Иногда так важно замедлиться, стать более осознанным, сфокусированным, здесь и сейчас. Если ты и вправду веришь, что всего пара вещей приносит тебе исключительную ценность, а большинство других просто фоновый шум, тогда ты автоматически, естественным образом изменишь свое отношение. Я говорю о том, что по-настоящему важно для тебя. И речь не столько про меньшее, а сколько про самое главное. Важные отношения, самое важное в жизни. Большая часть того, что происходит в жизни, несущественна. Это лишь тривиальная гонка за иллюзией счастья. Иногда мы забываем, что у нас есть выбор. Принимая решения импульсивно, как следует их не обдумывая, мы обременяем себя обязательствами. И как итог, перегружаемся, перерабатываем, взвалив на себя слишком дофига. Грег МакКион, автор книги-бестселлера New York Times «Эссенциализм. Путь к простоте». В этой книге он описывает подход, схожий с минимализмом, который заставляет задуматься о своей жизни и задаться правильными вопросами на тему, как мы тратим свое время и энергию. Впервые он об этом задумался, когда заметил, что его жизненные приоритеты сместились, казалось бы, без его ведома. Есть конкретный опыт, который сфокусировал меня на этой теме в книге. И он… я получил письмо от коллеги, и в нем он пишет мне, «Слушай, в пятницу не лучший вариант, твоя жена ждет ребенка, а мне нужно, чтобы ты встретился с клиентом в промежутке с часу до двух, а я был уверен, что он прикалывается». И водрузил это ответственное бремя на свои плечи, сказал, «Да, будет тебе, я разберусь, я выкручусь». Приходит пятница, я в госпитале, моя жена только что родила нашу дочь, и вместо того, чтобы сфокусироваться на моменте, я позволяю другой страсти, другому интересу перебить его, и я позорно срываюсь на эту встречу. И даже если бы я получил какие-то лавры по ее итогам, а по факту не получил, я абсолютно точно повел себя как придурок. И что я усвоил из этого урока, что если ты не расставишь приоритеты, кто-то это сделает за тебя. Путь к простоте хорош до тех пор, пока он не ставит тебе уж совсем жесткие рамки ограничений светлого будущего. Уже не первый раз на канале звучит фраза, что лучшая инвестиция – это вложение в образование. И сегодня онлайн-платформа StudyFree – твой главный помощник в получении первоклассного образования за рубежом. Без каких-либо кредитов и гениальных способностей, мечта укатить за рубеж становится реальной вместе со StudyFree. Получи доступ к базе стипендий, насчитывающей уже более 90 тысяч программ обучения. Пошаговый план действий на всем этапе поступления, с перечнем документов и видеоинструкций по их подготовке, с полным сопровождением личного ментора на всем этапе работы. Чтобы больше узнать о платформе, рекомендую пройти на ее сайт или ознакомиться с бесплатным вебинаром. Ссылочка в описании. Идея исключительного понимания приоритетов защищает нас от слепой беготни за излишествами. Мы создаем пространство для паузы, чтобы распознать, убедиться, что мы не спим, наши убеждения не повреждены. Тогда мы и можем увидеть главное. Что для тебя самое главное в жизни? Сделать выбор. Об этом я и говорю. О тех неизбежных компромиссах, когда люди говорят, мне в кайф, сейчас по Шурику сделаю, это пятое-десятое. Да, в этом есть преимущество в игре на короткой, возможно. Но по пути ты также грезишь компромиссами. А тебе нужно быть аккуратнее, чем ты жертвуешь. Потому что однажды проснешься, господи боже мой, я столько натворил, но в итоге растерял весь свой путь. Я больше не знаю, в чем его смысл. Что я хочу делать? Ты поимел себя и продолжаешь этим заниматься, и это тянется годами. И человек такой, зачем я этим занимаюсь? И в итоге они теряют связь. Попытки понять, что в жизни самое главное, становятся все сложнее и сложнее с тех пор, как этот мир пытается нас отвлечь. Инструменты, которые нацелены сделать нас продуктивными, точно так же делают нас пассивными. И путешествуя с ними 24 на 7, копаясь в них перед сном, по-настоящему важные вещи пролетают мимо, дав зеленый свет несущественным. И чаще всего такое поведение поощряется, занятость стала почетным знаком. Когда я наблюдаю за культурой, скажем, американской, я уверен, это существует и за ее пределами, это вижу. Тяжелую работу, суету, беготню, занятость. Нам это навязывают? Как ты видишь, оцениваешь наше общество и как считаешь, куда мы все движемся? Когда я впервые оказался в Америке, я спрашивал людей, как поживаете. Это было 20 лет назад, и они отвечали что-то вроде «замечательно», «супер», словно «я же американец, как иначе-то», «превосходно». И мне это понравилось, это чувство врожденного оптимизма, позитива. Я им проникся, стал себя с ним ассоциировать. Но спроси ты людей сейчас, в большинстве случаев ответ на вопрос «как дела?» будет «я занят». Я занят, все ништяк, клево, ну, я занят. Занятой, занят до мозга костей. И отсюда я думаю, что все-таки что-то изменилось. И не просто у нас в голове. Поменялось что-то значительное. Сегодня то время, когда мы отошли от понятия связи к чему-то в разы масштабнее. И это не слабое изменение в жизни человека. Мы попадаем в среду информационной перегрузки. Да, и живем в ней годами. Но этот мир, мир перегруженный мнениями. А это, собственно, и есть в какой-то мере загруженность, которая, я считаю, потенциально вредит тебе. Потому что мы загружены не столько из-за внутреннего чувства миссии, важного чувства вклада себя в этот мир, а сколько мы заняты тем, чем заняты другие. Делаем то, что делают другие, заходим в соцсети, и, о, этот чувак делает это. А их здесь нет, они бегут за этим чуваком. И поэтому идея идти в ногу со временем стала неотъемлемой частью сущности человека. И я убежден, что это навсегда. Но когда тебя засасывает в эту яму постоянного сравнения, тогда ты доходишь до точки, когда все начинает суетиться. Суетишься ты, суетится все вокруг тебя. Чувствуешь себя загруженным, а не продуктивным. Когда дел выше крыши, на работе, дома, у тебя нет чувства завершенности. А вместо этого ты пропитан постоянным чувством, что кто-то крадет твое время. Как научиться говорить вещам нет? Ведь это далеко не комфортная штукенция. Другое дело, да, это ништяк. Когда тебя вызывают на чашечку кофе, разгрузить мозги, поболтать за жизнью. Верно. Когда ты соглашаешься, хорошо тебе, хорошо этому человеку в тот самый момент. Вот когда на тебе повис груз, тебя зовут, и ты, о, я колбаса занятая, они да кофе мне сегодня. Я думаю, что, во-первых, нужно принять тот факт, что нет, мы говорим постоянно. Абсолютно всегда. Когда мы что-то игнорируем, мы говорим этой вещи нет. Каждый раз, когда ты лишний раз проверяешь почту, лежишь и тупишь в соцсетях, всякий раз, когда ты впадаешь в этот гипноз, потребность посмотреть чего-нибудь, ты говоришь вещам нет. И хоть мы преуспели говорить нет, и для этого нам даже слова нет-то и не нужно. Но смысл остается тот же. Мы жертвуем важными проектами, важной работой, делая паузы перед важной работой. Первое, что нужно усвоить, что проблема нет, живет в нас самих. Если ты веришь, что все вещи приблизительно на одном и том же уровне ценности, это все равно, что с лопатой в шахте кидать уголь, ты пытаешься откопаться от бездонного источника дел, копая все больше, больше, лопатой туда-сюда. Стать эссенциалистом значит, что ты понимаешь, что жизнь – это не угольная шахта, а шахта-то алмазная. Раньше я думал, что чем больше, тем лучше, но нет. Смысл в том, чтобы найти вещи прекрасные, ценные, важные. И как только ты прозреешь, что теперь ты в алмазной шахте, твое поведение изменится. Это драйвер эссенциализма. Когда ты избавляешься от мыслей, что «я, я не такой», тяжело принять, что большинство вещей вокруг меня не так важны. Эти идеи рождают в тебе новое мышление. И только когда ты начнешь смотреть на мир через эту линзу, ты такой «Ага, точняк, это гораздо ближе к реальности». Что большая часть происходящего в жизни несущественна, а лишь тривиальная гонка за иллюзией счастья. И я считаю, что это не очередная идея, о которой можно поразмыслить и забыть, а что это работа жизни. Выяснить, что для тебя важно, исключить то, что нет, и построить систему, которая защищает и включает тебя в гонку за теми вещами, которые двигают тебя вперед. Самые важные. Друзья, если вы хотите, чтобы я перевел часовую версию этого подкаста, подписывайтесь на мою спонсорскую страничку на сервисе Бости. Поверьте, в интервью подкастах Мэтта гораздо больше пользы, чем в его обычных видео. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Не забудь поставить лайк под это видео и обсудить его в комментах. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok